Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшнего занятия лекционного – уравнение неразрывности потока. В соответствии с планом лекции мы сегодня разберём следующие вопросы. Уравнение неразрывности как один из законов гидромеханики уравнение неразрывности для элементарной струйки и уравнение неразрывности для потока жидкости. Как ранее было упомянуто, гигродинамика основана на трёх хорошо известных механик и законах сохранения массы – импульса и энергии. Например, обычное определение закона сохранения массы гласит, что масса системы тел остаётся неизменной. Для жидкости, текущей в трубе, этот закон используется в форме, называемой уравнением неразрывности. Это уравнение выражает один из основных законов гидромеханики, согласно которому объёмный расход во всякой трубке тока, ограниченной соседними линиями тока, должен быть в любой момент времени одинаков во всех её поперечных сечениях. Уравнение неразрывности потока отражает закон сохранения массы. Количество втекающей жидкости равно количеству вытекающей. При рассмотрении движения жидкости считают, что в потоке жидкость сплошь заполняет занимаемое ею пространство без образования пустот, то есть движение жидкости происходит неразрывно. В этом случае справедливо уравнение неразрывности движения, выводимое на основе закона сохранения массы. Вначале получим уравнение неразрывности при установившемся движении жидкости для элементарной струйки. Рассмотрим элементарную струйку. В элементарной стройке выделим два сечения 1-1 и 2-2. Площади сечений. В сечении 1 омега-1. Скорость движения частиц жидкости в сечении 1 у1. В сечении 2-2 соответственно площадь сечения омега-2 и скорость движения жидкости у2. Элементарный расход, проходящий через сечение 1-1, равен у1. Элементарный расход, проходящий через сечение 2-2, равен у2. По свойству элементарной стройки приток и отток жидкости через её боковую поверхность невозможен. Кроме того, в отсек между сечениями 1 и 2, который сохраняет неизменные размеры, не образуется пустот и не происходит переуплотнений. Значит, количество жидкости, протекающей в единицу времени через сечение 1-1 и 2-2, должны быть одинаковы. То есть, элементарный расход дельта-ку-1 равен элементарному расходу дельта-ку-2. Принимая во внимание, что сечения 1-1 и 2-2 приняты произвольно, можно в общем случае для любых сечений элементарной стройки написать следующее выражение. Полученные выражения представляют собой уравнение неразрывности или сплочности для элементарной стройки, которая читается следующим образом. Элементарный расход жидкости при установившемся движении есть величина постоянная для всей элементарной стройки. Теперь осмотрим поток жидкости. Также в потоке жидкости выделим два произвольных сечения 1-1 и 2-2. И представив живые сечения их, состоящие из суммы элементарных струек, запишем, что расход потока жидкости, проходящего через сечение 1, равен сумме расходов всех элементарных струек, проходящих через это же сечение. Расход, проходящий через сечение номер 2, равен сумме всех расходов элементарных струек, проходящих через это же сечение. Поскольку скорости касательны к боковой поверхности потока, то в отсек между сечениями 1-1 и 2-2 через боковую поверхность движения жидкости не происходит. Не изменяется и объем отсека. Следовательно, в отсек через сечение 1-1 поступает столько же жидкости, сколько за то же время выходит из него. То есть Q1 равен Q2. Но так как сечения 1-1 и 2-2 были взяты произвольно, то можно написать, что Q1 равно Q2 равно Q3 равно Qn равно Q равно константе. или выражая расход жидкости в сечениях через среднюю скорость В, получим уравнение, которое называется уравнением неразрывности для потока жидкости. Оно читается так. Расход жидкости через любое сечение потока при установившемся движении есть величина постоянная. Из уравнения неразрывности для двух сечений можно записать пропорциональную зависимость. То есть средние скорости потока обратно пропорциональны площадям соответствующих живых сечений. На слайде приведены контрольные вопросы для самопроверки. Первый вопрос. В чем заключается сущность уравнения неразрывности для потока жидкости? Как звучит уравнение неразрывности для элементарной стройки? Второй вопрос. Третий вопрос. Как звучит уравнение неразрывности для потока жидкости? И четвертый вопрос. Какова связь между площадями поперечных сечений потока и средними скоростями движения частиц жидкости? Также на слайде приведена литература, из которой вы можете найти все необходимые материалы для подготовки к лекции. Спасибо за внимание.